Всем привет! Меня зовут Оля Грейс, и сегодня мы с вами будем снимать видео дорого и дёшево! И на обзоре у меня сосиски! И для этого мне нужен ножик и вилка. И кто-то живой, кого нужно убить. Зловещие шутки в сторону. И мы будем сейчас кушать сосиски. Вот эти сосиски у меня в тарелке. Не знаю, надеюсь, вам видно. А теперь смотрите, ребят. Вот это дорогая сосиска. Она хорошо держится, она сварилась. Я их проварила, потому что сыры есть нельзя. Потому что я не знаю, сколько лет они лежали в этом магазине. А дешёвая сосиска, она потеряла свой внешний вид. Она как-то вот, видите, у неё вот отпадает здесь. В общем, странная консистенция. Она как-то выглядит отвратно. Мне даже есть её не хочется, но всё же придётся. И мне нужно достать их из вот этой пожары. Я их проварила, чтобы обезопасить себя от отравления. Потому что люди в супермаркетах часто травятся местной продукцией. Вот как выглядит у меня дорогая сосиска. Она очень хорошо обысталась, сохранилась. И всё с ней в порядке. Хороший, приличный товарный вид. А вот дешёвая сосиска. Ну, господи, смотрите, что это с ней. Я её распаковывала, и, в общем, на этикетке половина колбасы остаётся. И это ужасно. То есть в мусорку идёт, как бы, колбаса. А теперь нам придётся это пробовать. И начну я с вот этой дешёвой. Ребята, по ощущениям, это какой-то голимый паштет. Но хорошо приправленный, как мини на роллдом. Что-то в этом сходное есть. И вкус свинины. Как будто из свинины делали это колбаску. Вернее, ароматизаторы идентичны натуральному. И подсластители, и ешки добавляли свинячьи какие-то. В принципе, есть можно, но я бы не рисковала. Моя мама попробовала данную сосиску. Говорит, что я чувствую там прожилки, чувствую, что перемолотые кости. Но я этого пока не чувствую. Я лишь чувствую, что это какой-то паштет, реально. А теперь давайте попробуем нормальную сосиску. Она очень упругая. Смотрите, какая она, вау, гнётся. Вот это да. Мне кажется, за счёт того, что сюда добавляли крахмал, она такая эластичная. И желатин. Желатин эластичность добавляет, крахмал более такую структурированную массу. Ну что, пробуем. Я когда кусала, она такая прочная, чувствуется волокна, которые по кругу намотаны. Самое интересное, что она очень тугая, хрустящая сосиска. Вот по внешнему виду дорогая сосиска красивая, а по консистенции она твёрдая. И это мне не нравится. В принципе, этот вариант любителей. Я бы ела и эту сосиску, и эту сосиску. Но что безопаснее для жизни, выбирать вам. Но, скорее всего, что подороже, это, конечно же, безопаснее. Но не факт. Часто в наших магазинах ставят ценники до потолка, то есть там 200 гривен стоит килограмм колбасы. А на самом деле колбаса, себестоимость её там 30 гривен. А вы верите в то, что она дорогая, и думаете, что из-за того, что она очень дорогая, она будет качественная. Но это не всегда так. Я не могу отдать предпочтение той или иной колбасе, потому что на вкус и цвет товарищей нет. И действительно, я реально, я не знаю, что лучше, но они даже по цвету отличаются. Наверное, ребята, всё-таки вот это лучше, потому что она не такая красочная. Это значит, что в неё добавляли не так много красительных веществ, чем в эту сосиску. Я надеюсь, что это видео было интересным. Надеюсь, я как-то вас позабавила. И что-то полезное вы отсюда извлекли. Если вам действительно понравилось это видео, то ставьте пальцы вверх под этим видео. Пишите в комментариях, какую колбасу вы едите, и какой сосиске вы отдали бы предпочтение, дорогой или дешёвой. Также не забывайте подписываться на мой канал, это красная кнопочка. И нажимайте на колокольчик, чтобы первым узнать о моём новом видео. А с вами была я, Оля Грейс, и до новых встреч! Пока-пока! Хочу передать привет Насте, Даше, Кристине и Даше. А если ты хочешь получить от меня привет в следующем видео, то тебе нужно сделать репост моего последнего видео ВКонтакте и закрепить его у себя на стене в первой позиции. Субтитры сделал DimaTorzok